доброе утро наши дорогие хотела рассказать как вчера прошла демонстрация вене мы когда туда приехали нас было пять человек мы начали искать то место и были удивлены что никакой сцены нет ничего не подготовлено позвонили даже в полицию спросить будет ли демонстрация или нет они сказали будет и потом мы увидели через пару минут машина одна приехала туда вышли двое человек достали микрофон колонку и начали подготавливать мы конечно сначала были очень удивлены этому всему мы потом думаем ну что как есть так есть привезли свои книги я подошла к организатору спросила можно ли нам книги поставить она разрешила потом к моему удивлению спросила меня может быть я могу пару слов сказать я сначала отнекалась пошла рассказала все нашим друзьям а потом не муж говорит ну чё ты отказываешься иди скажи я сначала думаю чё буду говорить а потом думаю надо помолиться помолилась и как-то господь меня тоже укрепил и пошла туда вот пошла туда и поговорила награда конечно давай расскажи и и потом вот когда мне дали микрофон я думаю да господи как правильно все сказать чтобы чтобы это не было как-то в сторону агитации какой-то но в то же время твое имя было прославлено я начала рассказывать про свободу про то как она ущемляется про то как эти законы новые виде масок и вот этих разных новых решений насчет расстояние насчет того что в дом нельзя никого пускать что эти законы эти все новые новшества вводят те люди которые в принципе с здравоохранение ничего общего не имеют например руководитель института роберт кох института в германии он вообще ветеринар на то есть он вообще не врач в австрии потом не одна женщина сказала которая с вены было да и она мне сказала что руководитель который все это начал он вообще купил все дипломы представляете какой вообще вот обман вообще во всем обмане и я призывала людей искать истины искать правды искать не в телевизоре телевизор выключить искать действительно в интернете истину и она есть потом начала рассказывать про католическую церковь что она потихоньку потихоньку прокладывать себе путь высшие талоны власти причем это и европы и америки евросоюз как как его и энциклика в принципе первая энциклика лада тасси имеет большое значение и вес уже в евросоюзе и так же как он выступал в правительстве парламенте америки вот и как сейчас уже 2 энциклика вышла если она уже войдет в силу то это будет конец вообще всей свободе но и призывала к тому что у нас свободы религия должна остаться и что люди должны действительно проснуться перестать уже спать и начать действительно копаться и понимать все и сортировать всю информацию вот потом сказала что конечно вся эта действительность весь этот обман он не так легко и перенести поэтому не должны забывать о надежде и нашу надежду мы должны искать в боге потому что я нашла ее в боге но каждый конечно должен для себя решить сам ну потом поблагодарил и закончила вот через какое-то время ко мне подошла где ну к нам туда где у нас книги стали одна девушка и говорит ой а я говорит слышала вы про бога говорили я тоже верю в бога и ну и мы начали разговаривать она потом говорит ой здорово взяла книги а можно я для своих братьев и сестер возьму книги и она набрала потом мы начали про иисуса говорить потом ей желание веков дала книгу игры обязательно читайте эту книгу но она так была рада она потом спросила где же всех верующих где все христиане почему все сидят разве сейчас не время пробудиться и рассказывать о том что вообще-то господь скоро грядет и так интересно что она она не адвентистка на я не знаю на что-то типа мессианских евреев что ли я не знаю точно вот что такое течение мне вот работает в иудейском садике и рассказывает о христе там нагрета миссионеры настолько была рада нас увидеть вот награда я знаю адвентистов и все такое вот ну конечно я на сцене не говорил что мы адвентисты вот но я рассказала о боге что господь наша надежда вот и и так вот интересно было конечно было очень немного людей около 80 на на человек в общем и целом было роздано не тоже не очень много книг 30-40 где-то вот но в первую очередь эти люди брали книги потому что они действительно посмотрели эту книгу посмотрели что внутри стоит и действительно решение приняли сознательно взять эту книгу и мы благодарны господу даже за идти за этих людей за эти опыты и спасибо огромное за ваши молитвы благословенного дня вам пока пока да Субтитры создавал DimaTorzok